Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости, веселья и счастья в Господе. Всем желаю любви, добра и мира. Всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст по образу и учению нашего Создателя Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти 2000 лет тому назад. И проложившему нам путь в царствие его. Вы на канале Христолюб Лайф. Меня зовут Кузнецов Дмитрий. Это пока последний ролик. Я создал на канале такой плейлист. Создаем собственный свой авторский христианский канал. Вот вы увидите тут. Тут уже 9 видеороликов. Мое просто слово. Призыв. И я помогаю тут всякие технические вещи. Я о микрофонах поговорил. Еще, может быть, ролик запишу. О видео. Выбери видеокамеры. Записал я 3 ролика о программах. Howdo City, Camtasia, Open Broadcaster. Они здесь видны все тоже. Здесь просто меня внизу немножко не видно. Хотя можно вот так сделать. Там я тоже не видно. Вот. Сегодня последний ролик. Есть вот пассивное благовестие. Вы видите тоже. Там я рассказываю, как оформить первую страничку своего канала. Чтобы тут можно было добавлять. Или с других каналов вам понравившихся ролики. Оформлять разделы. Плейлисты добавлять. Как в плейлисты ролики добавлять. А сегодня мы... Я записываю еще одно видео. О том, как работать с внутренним кабинетом. Если вот вы записываете свои ролики подкастами. Там или вот какой-то другой... По другой схеме. Вот как я, допустим, пишу с видео. Может быть, какие-то монологи. Может быть, чтение. Может быть, диалоги, беседы. И мы с вами посмотрим, каким образом... Что нужно сделать внутри канала. Чтобы канал сам тоже... Как это называется? Ранжировался. То есть, участвовал в поиске. Понимался алгоритмами YouTube. Да, чтобы... Чтобы все было хорошо. Давайте пойдем снизу. Ну, называется... Кто знает, кто не знает. Да, то есть, это вот... На иконочку мы нажимаем. Появляется... С правым верхним углом. И вот тут вот есть... Творческая студия. В нее мы с вами и заходим. Творческая студия. Личный кабинет. Хотите, внутренняя сторона канала, да? Ну, вот она так. Здесь название. Это и есть творческая студия. Ну, загружается первая автоматическая вкладка. Панель управления. Здесь, в принципе, просто идет дубляжом. То, что слева продолжается в меню. То есть, идут видео. Аналитика. Советы. Там комментарии. Ну, это чисто формальная страница. Дальше мы с вами пойдем, давайте, снизу вверх. Чтобы дойти до видео. Самого важного. Но пойдем снизу. Так, по крайней мере, я считаю, правильно. Вот создать, да? Раньше тут был, кстати, в создать. У них был еще краткий видеоредактор. Они его убрали. Можно было там взять, отрезать что-нибудь в своем ролике. Сейчас они все это убрали. У них осталась здесь одна фонотека. Ну, условия использования музыки и сама музыка. Я лично не рекомендую. Ну, для спикеров. В частности, я говорю о христианском блоге. О блоге христианина. Я не рекомендую. Если вы хотите записывать особенно авторские видео. Ну, или просто какие-то ролики. Пусть вы там будете писать. Я не знаю. Что-то связанное с этим. Особо я не рекомендую, конечно, использовать музыку. Если вы на долгую перспективу планируете трудиться. Потому что, ну, эта фонотека Ютуба говорит о том, что как бы они предоставляют музыку, которая либо не имеет авторских прав, либо авторские права, правообладатели, они позволяют использовать в общей массе, в обширном доступе. Что они как бы не заявляют или не наказывают за это. Если вы там монетизируете ролики, они получают еще деньги за... И в вашем ролике есть реклама, но в вашем ролике есть их музыка. То они будут получать там эти деньги. Я не рекомендую пользоваться музыкой. Спикеру, особенно христианскому, как я говорю. В частности, я говорю в своих роликах о христианских блогах. Вот, в частности, именно о проповеди, да, о человеке, когда сам говорит. Потому что все вот эти авторские права разрешены, вы знаете, сегодня они разрешены, завтра они их запрещают. Это классика жанра, всем это известно в интернете. То есть, казалось бы, вы даже добавите какую-то музыку, казалось бы, из общедоступной библиотеки. Вот, ютубы, или есть другие сервисы вот такого вот музыки, да, где как бы там есть, можно выбрать, ну, где есть музыкальные библиотеки вот эти. Но практика говорит о том, что сегодня человек разрешает, завтра он запрещает. То есть, надежды нет. Вы знаете библейское выражение, всякий человек зол, да. Вот это действительно так. Сегодня он все разрешает, завтра он... Причем он может это сделать без предупреждения. Вот. Каналы на ютубе, то есть, кто знает, сейчас мы до этого дойдем. Есть политика ютуба, то есть, есть вот условия. Вы когда канал, в принципе, как и на любой соцсети, вы же соглашаетесь с условиями площадки, да. Есть так называемая репутация канала. И она может портиться, и в оконцовке вас могут забанить. А могут без всяких предупреждений вас просто взять и закрыть канал ютуб, если вы сразу нарушите какие-то важные условия, да. И вот нарушение авторских прав, одно из такое. Есть нарушение правил сообщества, что нельзя там ругаться, оскорблять какие-то личности, кого-то лично, да, прочие вещи. Вот. Ну и технические, ну и авторские права, то же самое, да. Вот. Поэтому я лично не рекомендую. Зачем вам это? Вот. Ваши ролики будут все помечены там определенным значком. Я говорю, если этот человек завтра у этих людей, у кого есть права на свои, на свое творчество, да, говорю, у них в личных кабинетах есть там специальные вкладки об авторских правах, и вот они выставляют, что они за это хотят. Да, они могут сегодня сказать, да, вроде бы как мы разрешаем, или там с какими-то определенными условиями, или в каких-то определенных странах, а в каких-то не разрешаем. Но завтра они передумали, поставили запрет везде и всюду, и наказать всех, кто пользуется моей музыкой, и вам автоматически YouTube пришлет претензии, и может вообще, все это может дойти до забанивания, полного закрытия вашего канала YouTube. В частности, я говорю о христианском блоге, я считаю, все это не имеет смысла. Я когда записывал первые ролики, вы помните, да, вот, по-моему, в ролике «Слово Христово есть истина», во втором ролике я говорил о том, что для христианского блога, в частности, важно, что вы говорите, это на первом месте, что вы говорите. Говорить надо истину, а истина в Иисусе, а Иисус есть Бог, а Бог есть Дух, а это Дух любви, радости, миру, кротости, смирения, долготерпения, да? Поэтому это самое важное. Уж музыка в христианском блоге, в христианском подкасте, я думаю, это вообще на последнем месте. Если вы сам композитор, сами, как там, певец, или вы играете на каком-то, и можете сами себе сделать какую-то композицию, в идеале получить на нее авторское право собственное, да, и тогда пользоваться этим, ну, это в идеале, тогда это еще, я бы понял, а так пользоваться общедоступной какой-то, не вижу смысла. Так, ну, разглагольствовать не буду, пройдусь по-быстренькому, да? Вот, больше тут ничего в этом вот создать разделе нету. Локализация и субтитры тоже здесь, там, учат субтитры, все это, ну, мягко скажем, не нужно, вот, пропускаем это. YouTube-аналитика есть такая, вот, она у вас, если вы только канал завели, она у вас с некоторым временем там включается, потом вы можете смотреть. Ну, я не буду сейчас по аналитике рассказывать, как я уже говорил, вы сами знаете, я не претендую на раскрытие каких-то всех секретов, всех знаний даже, которые я сам знаю, вот, не в этом цель, мое дело так поговорить, от сердца к сердцу, в свободе, что там немножко, что-то все равно откроется, а так, конечно, люди занимаются этим профессиональным, в поиске всегда можно что хотите там набрать, да, и ух уж у вас там вылезет столько всего, где люди действительно вам помогут что-то там понять, разобраться со всем, да, там, вобьете, как понять аналитику, что тут в аналитике. Тут интересные данные, можно следить, что-то там корректировать. Но, опять же, для христианского блога, да, много, я сам подписан на каналы YouTube-тренеров, так их назовем, да, или как их, мне интересно все это, я слежу за новинками, в принципе, я даже учусь, конечно, они же воспитывают блогеров, так скажем, взращивают, да, но 75%, что они говорят, в принципе, мне не подходит, я не подстраиваюсь под публику, как они говорят, там, вот, что нравится вашей аудитории, там надо, если я буду христианскому проповеднику, это вообще неуместно, вот. И более того, в принципе, да дело даже не в этом, хотя есть какие-то законы, и я за ними слежу, потому что они и технически информируют, что происходит на YouTube, там все это рассказывают, а это мне интересно, чем я сейчас, в принципе, вот сегодня буду делиться, по большей части технической, хотя мне хочется сказать немножко опять и о нетехнической части, то есть человек должен, вы должны сами раскрыться теми, какими вы есть, не надо ни под кого подстраиваться, да, можно брать лучшее, если тебе это на душе лежит, и ты видишь пример в человеке того, что у тебя внутри к чему-то стремишься, и у тебя есть жизненный пример человека, да, ты хочешь вот такие вот мышцы, и видишь там вот с такими мышцами, ты идешь у него и спрашиваешь, как это сделать, вот, и он тебе будет рассказывать, вот, поэтому если тебе что-то нравится, ты, конечно, можешь брать лучшее от людей, в информации, конечно, какая там окружает нас, но это не должно идти вразрез тому, что в тебе сидит, то есть одно дело раскрыть в себе что-то, что в тебе есть, другое дело в себя впихивать, что тебе чуждо, что тебе не дано, в принципе, это вообще, ну, рожденный ползать, летать не может, знаете, такой, да, но если крыльев нет, ты не полетишь, и наоборот, вот, ползать с крыльями очень тяжело, вот, так что надо просто раскрывать себя, такие, какие вы есть, да, что-то где-то сидит, надо, конечно, трудиться, понуждать себя порой к чему-то, вот, но вы должны быть тем, кто вы есть, вот, и вы будете именно привлекательны, так скажем, в хорошем смысле, и будете развиваться, если вы будете развиваться то, что у вас есть, ну, на этом в любом случае у вас есть, или то, что вам кажется, что у вас есть, хотя бы, да, можно пробовать, вот, поэтому, конечно, надо быть таким, каким есть, я вот ролики пишу, я не подстраиваюсь вообще под время, ни на одном канале, у меня три канала, беседы, я вообще не строю ни время, ни сколько мы будем говорить, мы просто читаем, мы можем читать огромными главами, можем по чуть-чуть, может быть, свободная беседа, то есть, я не подстраиваюсь под время, ни на христолюбие, вот, я читаю писание, ни на лайве, свободная проповедь, я не пытаюсь их вместить в пять, в семь, в десять минут, я говорю, сколько мне хочется, пока я не раскрываю тему, пока я не выговариваюсь, это мой принцип, вот и все, и мне все равно, что там кто-то не будет смотреть, час, два, три, у меня ролик, кто знает, по два часа есть, по два с половиной, это при том условии, что я их еще не монтирую, в живом режиме, меня хватает, просто больше, наверное, не хватит, вот, то есть, вот такие вот вещи, поэтому та же самая аналитика, она, конечно, какие-то дает там, ну, особенно это кто, действительно, пытается под публику, но это уже другое, о христианском влоге, я считаю, это не совсем уместно, вот, ну, интересно, что-то смотреть, что-то наблюдать, вот, это просто обратная связь, может быть, а вообще, вот, надо быть самим собой, раскрывать все те качества, те дары, которые в тебе есть, ну, или, тебе кажется, что есть, а там время покажет, есть они в тебе или нет, вот, хотя тут есть интересные вещи, о чем-то они могут профессионалу сказать, или стремящимся к совершенству, есть, вы можете понимать, там источники трафика, можно как-то корректировать, ну, есть вещь, которую можно будет корректировать, и это правильно, ничего плохого там нет, этим заниматься, это тоже труд, это тоже и технические вещи, в них разбираться, этими инструментами им пользоваться, это очень хорошо, вот, я сейчас говорю, а вот невидимый, так скажем, внутренней духовной стороне, вот, это, кстати, относится, на самом деле, то, что я говорю, кстати, говорят те же самые блогеры, и вот эти тренера блогеров, так их назовем, да, в принципе-то любой человек, какой бы сфере вы не были, на ютубе тоже сам канал вели, будьте самим собой, не надо себя строить, то, чего у вас нету, именно, особенно ютубе, это вообще, ютуб, это не телевидение, это не телевизор, здесь не надо 10 часов нос припудривать, там, да, вот этими всеми вещами заниматься, я говорю, там ролики постановочные делать, монтировать их так до совершенства, супер свет у вас, там суперзвук, нет, ютуб, это площадка, она изначально себя позиционировала, как площадка авторского видео, авторского, а уж авторское видео, соответственно, делается на любительскую аппаратуру, и любителями, вот, именно здесь вот эта домашность, простота и тапочность, и привлекает людей, в отличие от телевидения, куда надо закончить какой-нибудь вуз, большой, иметь блат, прогнуться под всеми, и попасть на телевидение, да, вот, а на ютубе, может каждый себе позволить, открыть канал, да, вот так вот, поэтому, ну, вот такая ютуб аналитика, ну, со временем может разобраться, она может вам давать какую-то информацию, ну, и отчасти даже просто любопытно, что происходит, вот, аналитика канала, разные тут есть инструменты, всякие вещи, сообщество, это, в принципе, вкладка обратной связи, да, то есть, есть у нас комментарии, комментарии, есть три вкладки, опубликованные, на рассмотрении, и спам, вот, у меня тут есть внутренние, некоторые сейчас всплывающие, такие добавленные вкладки, но это потому, что у меня одно приложение стоит, оно кое-что добавило, а так у вас этого не будет, что мы можем в комментарии, ну, вот, их можно почитать, что можно сделать с комментарием, его можно скрыть, hide comment, его можно удалить, и его можно, вот, вы на флажочек такой жмете, тут всплывающее меню, я, кстати, не вижу, она вам показывается, интересно, так, сейчас, как мне самому-то посмотреть, ну, не важно, я надеюсь, вы видите, а снизите, вы просто всплывающее меню не видите, можно пожаловаться, заблокировать пользователей, ну, классика жанра, да, ну, тут 4 пункта, я вот, кстати, не пойму, вы их видите или нет, мне немножко неудобно, я сам не вижу, получается, из-за программы, можно пожаловаться или заблокировать пользователь, можно, наоборот, публиковать комментарий от пользователей без проверки поставить, и назначить, то есть, можно либо заблокировать, либо, наоборот, разрешить, можно назначить даже этого пользователя, модератором, но это кто-то из ваших близких, знакомых. Вот, не знаю, видели вы это меню, не видели, у меня тут не вижу я сам. Есть сообщения, сообщения эти пишутся, кто знает, там на канале есть сообщество, ну, что-то не знаю, туда редко кто пишет, вот, обычно все пишут комментарии. Есть вкладка подписчики, но, опять же, в ней видны не все подписчики, а только некоторые, которые там как-то разрешение дают или еще что-то, я уж не помню. То есть, вы не обязательно здесь увидите всех подписчиков, которые на вас подписаны. Настройки сообщества. Настройки сообщества, вот как раз здесь у вас есть модераторы, если вы кого-то указали. Есть вот у вас одобренные пользователи, есть вот эти заблокированные пользователи. Естественно, нажимая на крестик, вы их обратно либо разблокируете, если это были заблокированные, либо убирайте из одобренных. А, что там еще было-то? Черный список, да? Черный список, я что-то не знаю, никогда у меня не было. А, черный список слов. Слов. Комментарии с этими или похожими словами будут отправлены на проверку, а, соответственно, чаты трансляции заблокированы. Блокировка ссылок можно каких-то поставить, настройки, ну, и настройки по умолчанию. Ну, в общем, тут у меня все на автомате, я, по-моему, даже никогда сюда и не залазил. Все. Указания в титрах тоже, я думаю, никому не нужно тут. Прямые трансляции тоже пока, я думаю, тем, кому я записываю, для кого эти ролики не надо. И по прямым трансляциям, естественно, надо делать отдельное видео. Я в будущем, возможно, сделаю, как сделать прямую трансляцию прямо с YouTube-канала. И, как вот я вам рассказывал, вот можно через, если вы прошлый ролик смотрели, OBS Studio, вот эта программа, она позволяет делать, транслировать, ну, YouTube. Соответственно, ты можешь пользоваться всеми функционалами, какая позволяет программа. Делиться экраном, там все это показывать, вы видели, да? Я считаю, для того, кто действительно хочет делать, ну, вот как я делаю, там, да, или подобное что-то, это, конечно, здорово. То есть ты можешь качественно, интересно проводить вот в том плане, что не только ты сам на это все смотришь, там, и другим сразу все показывается. Вот. Ну, с этим сегодня разбираться не будет. Ну, и вот мы с вами... А, пропустил я что-то канал, ну, может, и хорошо, что пропустил сообщество. Вот мы канал пропустили, да? Я почему и хотел-то снизу идти и канал сообщества. А может, это хорошо, что мы о сообществе быстро поговорили. Что есть в канале? Статус и функции. Вот. Тут есть определенные возможности, которые вы можете включать, отключать, да? Вот. Они у вас должны быть включены. У вас, конечно, должен быть авторизированный канал, там, привязанный к сотовому телефону, к номеру, потому что у вас тогда и ролики там могут больше 15 минут не загружаться и прочее-прочее вещь. Ну, тут сами разберетесь, почитайте, что вам интересно, можно включить, выключить. Что предоставляет YouTube, да? Так, монетизация пропускаем. Загрузка видео, фирменный стиль и дополнительно. Давайте сразу дополнительно. Ну, фирменный стиль. Тут ничего интересного. Тут можно вот этот, чтобы значок вашего канала все время там появлялся, можно поставить. Я оставлю все время, можно в конце видео. Ну, знаете, да? Просто значок такой полупрозрачный. В какое время будет ли логотип канала на всем протяжении видео. Ну, он никому не мешает, тем более только на YouTube, если вы уже перебросили на соцсеть или вставили, он может там быть не видно. И дополнительно. Ну, дополнительно, что тут мы опять выбираем страну, какая у вас есть. Ну, вы уже, скорее всего, все это делали. И ничего больше интересного нет. Если у вас есть сайт, вы можете связать веб-сайт. Потому что, если вы захотите, вот как мы сейчас будем с роликами разбираться, в роликах где-то вставлять ссылки на какой-либо внешний ресурс, внешний сайт, то есть с адресом http, ну, https, вот, то вы должны, этот сайт должен быть ваш. Ну, или привязан. Привязан к вашему каналу. Сайт может быть не ваш, но кто разбирается в этом. То есть вам должны его привязать. То есть тот, кто имеет доступ к сайту, должен будет подтвердить там хоть как-то, что вы модератор. Короче, что вы имеете какую-то связь, там надо будет кое-что сделать, кто в этом разбирается. Потому что, если вы хотите на какие-то, ну, в принципе, кто даже захочет на мой сайт Христолюб делать, я-то разрешу, да, и там сделаю, что с вас попросят. И можно будет привязать вот этот сайт Христолюб к вашему каналу. Если вам интересно, вы сможете тоже ссылку добавлять. Ну, это кто? Это к моим, в принципе, братьям-сёстрам относится. Если там есть желание потом сделать, то можно. Ну, и тут ничего особо нет интересного. Так, ну, рекомендации. Показывать в списках ременькоментовных каналов и число подписчиков. Хотите поставить сначала показывать число подписчиков или не показывать. Ну, я считаю, что надо оставлять, показывать число подписчиков. Что тут такого-то, да? Связь аккаунта с AdWords, я говорю, вам не надо. Вот с веб-сайтом, если у вас свой есть или какой-то вы хотите сайт давать ссылки на какой-то сайт, то надо будет связать. Это несложно сделать, но нужно кое-что сделать. Вот. У вас должен быть либо собственный доступ к этому сайту, либо того человека, чтобы у какого человека был, он вам это сделал. И самое одно из важных, это вот ключевые слова. Кстати, личный кабинет, кто... У меня много братьев и сестер и за границей живут, да? У вас творческая студия может быть на вашем языке, так как если вы живете за границей, я русский, живу в России, у меня-то все на русском, да? Ну, контент-то вам приходит наверняка на вашем языке, многое вы смотрите на вашем языке. Но если вы хотите, это при регистрации вы указываете, но если вы хотите интерфейс, вот, допустим, YouTube кабинета русский, то вот здесь вот язык, видите, внизу, можно поменять на русский. И тогда, в принципе, контент, как вы раньше смотрели на YouTube, вам будет подаваться английский, потому что вы там в страна, ваша страна, вы указываете там любая, какая хотите ваша, не обязательно Россия, да? Но язык вот здесь вы можете выбрать русский, и вам вот этот интерфейс поменяется на русский, это просто если нужно. Ну, и может, и вам это не нужно. Какая разница, вы понимаете свой язык, это я так. То есть можно интерфейс менять язык. И вот очень важный момент, ключевые слова. Ключевые слова, это те слова, которые поисковые машины YouTube, алгоритмы, как это говорят, нейронные сети сейчас, то есть искусственный интеллект, ваши слова воспринимает, ну, конечно, он анализирует название вашего канала, но название вашего канала, в принципе, может быть, не связано с христианством, это может быть ваша фамилия, имя, псевдоним, который может быть вообще никак не связан. А вот уже ключевые слова, вот здесь, надо вбивать, какие связаны с тематикой вашего канала. Символов точно я вам сейчас не скажу сколько, но 500 точно, и поэтому вы можете где-то в Word вбить, вы там увидите количество значков, а потом скопировать, ставить сюда. Слова, которые в одно слово, да, к тавтологии, как вы поняли, да, вы так и вбиваете, делаете это через пробелы, обычные, все, вот у меня Христолюб, Христолюб Лайв, Христолюбцы. И вот дальше, вот беседы Христолюбцев, у меня, допустим, канал есть, да, ставятся двойные кавычки такие, знаете, да, но на клавиатуре вон двоечка с шифтом, да, шифт двойка, двойные кавычки такие, бывает одинарные, а это вот двойные. И тогда это считается один тег. Вот Дмитрий Кузнецов я вместе сделал, да, потом идет отдельно, у меня христианство, Бог, Господь, Иисус Христос можно и по отдельности вбить, и вот я вместе сделал, соответственно, в кавычки заключил, то есть, чтобы это было общее слово, то есть, кто вбивает Иисус Христос, и интеллектуальные машины Ютуба все это воспринимают, как одно слово, Евангелие, Библия, Новый Завет вместе, ты же не будешь, если напить просто новый пробел, Завет, все будет разное, а что новый, что это за слово, ничего оно не означает, нам надо, чтобы Новый Завет понимал, машина, ты в кавычки ставишь, хотя вот я отдельно, да, Иисус, ну Иисус и Христос можно по отдельности слова вбить, это хорошо, можно в кавычки заключить, что вместе было, вот, любовь вот, и любовь к Богу, да, то есть, все-таки, и чтобы это воспринималось одним словосочетанием, надо делать это в двойные кавычки, любовь к ближнему, апокалипсис, антихрист, вот Евангелие от Иоанна, я вбил, Евангелие от Марфея, от Луки, Библии, онлайн, Деяния апостолов, ну, вы сами, ну, понимаете, да, с христианством же сразу связано, толкование Библии, Деяния апостолов, слушать, пару хэштегов сюда, сюда вбил, свобода во Христе, христианство вне конфессии, вот, я вам не скажу точно, сколько здесь символов, вот, и даже не буду макет давать, вы сюда вбивайте, я говорю, 500 попробуйте сделать где-нибудь в Ворде, там, где у вас символы показаны, сколько вы тех спечатаете, и вставьте его сюда, и потом внизу, вот, есть сохранить, всегда нажимайте сохранить, и, если вы здесь увидите, вот, сохранение изменения, нажав кнопку внизу страницы, если вы правильно сделали, у вас сохранится, ну, давайте нажмем на сохранить, но у меня, по-моему, ничего я не изменил, а, вон, видите, вверху синенькое появилось, внесенные вами изменения, сохранены, но я ничего не изменял, но он все равно спросил и сделал, если, если символов будет много, в ключевых словах канала, то здесь у вас не сохранится, вам здесь поругаются на вас, напишут, что ключевых слов слишком много, или что-то такое, но желательно вбить в максимум, поэтому, 500 попробуйте, может быть даже попробуйте больше, я не гарантирую, что это 500, может быть меньше, может быть больше, я не помню, и даже самому вот сейчас, да в принципе, мы можем с вами, знаете что, проэкспериментировать, прямо сейчас, давайте добавим еще что-то, так, давайте добавим Дима, слово, так, и жмем на сохранить, а, вот, видите, все, то есть впритык, я вам просто не скажу, сколько это символов точно, у вас много ключевых слов, то есть Дима надо убрать, хотя, я говорю, даже хорошо, что мы с вами проверили, я прямо у вас на глазах это сделал, вдруг они уж что-то поменяли, и, они, кстати, его удалили, это слово, я смотрю, его нет, еще раз жму на сохранить, ага, они лишние, может быть, они, кстати, лишка вам сами обрежут, так что, я говорю, забейте сначала, 500, видели, я не мог найти этого Дима, они его сами обрезали, вот, то есть забивайте 500, в принципе, что я, давайте я сейчас, сам, открою, вордовские документы в себе, и посмотрим, сколько, это важный момент, я на нем заостряю внимание, потому что, иначе у вас канал вообще никак не, получается, не оппозиционируется, вот, как узнать, что мы христиане, как будет идти проповедь христианства, если мы, так, все правильно, 496 символов у меня, то есть до 500 символов сюда можно вставить, так, ну, все, это вот, что касается канала, и теперь сами видео, все то же самое, вкладка видео, есть видео вкладка, в менеджер видео, вот она, и внутри есть видео, и плейлисты, плейлисты я показывал, как создавать, в принципе, кстати, по-моему, здесь их тоже можно создавать, вот, да, тоже, помните, я там показывал, что с рабочего стола, вот, вот здесь можно нажать, плейлисты тоже на, и тоже создать, только вы помните, я говорил, вот этот новый шаблон, надо переходить в старый, настроить вид страницы обзор, потому что здесь тогда нету никаких у них кнопок дополнительных, а уже здесь мы видим, что появляются вот эти кнопочки, новый плейлист, мы можем отсюда создавать, сразу выбирать, открытый доступ, доступ по ссылке, ограниченный доступ, вот, ну и название вбиваем, да, и он у нас создастся, либо, вот, как вы видите, можете через студию это делать, то есть здесь тоже можно сделать новый плейлист, вот нажать, название плейлиста, все то же самое, создать плейлист, это где хотите, ну и самое интересное и важное тоже сегодня, на чем мы и закончим, это видео, да, все видео, которые вы загружаете, загружать видео, вот вверху есть такая стрелочка, добавить видео, сейчас они правда поменяли, так, а надо бы нам, как бы нам, вот они тоже, видите, поменяли, сейчас такой плюсик в камере, ты на нее кликаешь, они просто в эту кнопку засунули две кнопки, то вот у них здесь одна, ой, зря я нажал, и на нее сразу, если кликаешь, да, она-то не раскрывается, и у вас появляется такое окно, то есть, ну, стрелочка загрузки, знаете, да, стрелочка загрузки, стрелочка вниз, да, обозначает вам загрузка, а вверх, то есть вы загружаете, и появляется такое окно, либо прям сюда файл, вот, берете любой файл, сейчас я, и вот наводите, видите, зелененько активируется, перетащите их мышью, сюда бросаете, вот, мы этого делать не будем, либо, либо вот на файл не выбран, открывайте, но у вас сейчас не сплыло, не показывается, у меня открылся, вы знаете, да, откуда закачать, все, можно сразу выбрать, открытый доступ, доступ по ссылке, ограниченный доступ, отложенная публикация, отложенная публикация, может, такой вкладки у вас сразу нет, она потом со временем добавляется, так, но мы вернемся в творческую студию, а вот в новой версии, в новом шаблоне, да, у них вот этот значок, видите, тут есть добавить видео, и вот начать эфир, то есть вот эту прямую трансляцию, они там добавили, свои эпики сразу, ну, то же самое, если нажмете сейчас на добавить видео, то появится опять то же самое, окно загрузки, ну, и самое интересное, что же мы можем сделать с видеороликом, мы когда в него заходим, как его оптимизировать, жмем на изменить, видите тут, да, а, нет, ну, давайте еще раз сначала пробежимся по общему интерфейсу, это, наверное, тоже важно, вот, все ролики у вас тут отображаются, отображаются они 30 штук на странице, и потом пошли вот циферки, да, вторая, третья, четвертая, пятая, следующая, вот, 30 штук, я, по-моему, считал, один дает, этим регулировать нельзя, они сами это сделали, естественно, их можно слева активировать, и, соответственно, к нескольким роликам применять вот эти действия, либо добавить куда-то, но это уже, я вот говорил вам, у меня есть приложение, там некоторый помощник, в этих кнопочках не увидите, и когда на действие жмем, здесь можно сразу применить какие-то общие действия к множеству роликов, вот, удалить, допустим, лицензию поменять, доступ поменять, открытые посылки или ограниченные, ну, и сразу некоторые вещи там, все, либо, вот тут есть изменить, и тоже всплывающее меню, то есть, тоже сразу информация и настройки, улучшить видео, звук, что можно делать, продвижение, субтитры удалить, можно так, можно так, ну, или заходим уже непосредственно, прямо на изменить, жмем, и мы заходим в этот конкретный ролик, YouTube на свое усмотрение, там, я не знаю, какой алгоритм, выбирает три картинки, которые вы можете делать значком своего видео, и, вот, скачать значок, кстати, добавили они скачать значок, раньше, помню, этого не было, долгое время, ты собственный значок, который закачал, можешь хоть обратно скачать, если что, если потерял там, или еще что-то, и изменить изображение, ну, я рад, что сейчас кликну, вы не увидите всплывающее, как всегда, окно, то есть, можно добавить свой значок, всегда четвертым, вот, ну, можно потом поменять, вот, вы на каждую наводите, сделать значок по умолчанию, вы можете любой значок, старый, какой-то, YouTube предложенный, или вот свой, вот, сейчас видно в серой рамочке, то есть, активен мой значок, который я сам сделал, и загрузил, информация о видео, ну, вверху его название, оно активное, это ссылка, если вы кликните, уже откроется сам ролик, как у зрителя, что у нас есть, информация о видео, какой канал, время загрузки, продолжительность, исходный файл, просмотров, понравилось, не понравилось, комментарии, и юрл, короткий юрл, вот этот видео, но он есть и в поделиться там, да, вот, что дальше мы смотрим, у нас есть, к ролику, у нас есть, у нас есть вверху еще вкладки, да, информация и настройки, в которой мы сейчас находимся, видите, красная черта подчеркнута, у нас есть улучшить видео, у нас есть аудио, у нас есть конечные заставки и аннотации, у нас есть подсказки и субтитры, мы сейчас к этому меню верхнюю вернемся, рассмотрим еще три подменю, ну, три или четыре, там, если монетизация включена, обычно есть еще одно меню, а так, в информации и настройки, у нас еще три подменю, что тут мы видим, и что надо сделать с роликом обязательно, основная информация, имя, вот здесь мы делаем, ну, у меня стоит приложение, оно, кстати, помогает, видите, она выдает цифры, вот, название может состоять из 100 символов, у меня просто как подсказка стоит, ну, вы это будете делать либо на автомате, и будете пытаться хранить, он вам также не будет давать, либо делайте все это в каком-нибудь ворде, текстовом документе, соблюдая, вот эти вот нормы, и я вот вам подсказываю, что здесь 100 символов, вот, у меня вот сейчас 69 из 100 использовано, то же самое, вот оно, описание к ролику, можно вот раздвигать, можно вообще раздвинуть до конца, чтобы даже вот этого скролла не было, тут резиновый, вроде YouTube делает, мы сейчас тянем, тянем до тех пор, пока вот пропадет скролл, но опять же, моя подсказка, хотя это, по-моему, и на YouTube, может быть, есть у вас, то есть здесь до 5000 символов, в этом описании, я рекомендую, все их заполнять, по возможности, потому что все эти слова, которые у вас в описании, они будут участвовать в поиске, в ранжировании, есть такое слово, то есть, в этими интеллектуальными машинами, нейронными сетями, искусственным интеллектом, как хотите, у меня вот забито, 4958, сейчас я поговорю, что, ну, в описании, я, конечно, тут вот вставил из Евангелия кое-что, да, а так, классическое мое описание, кто видел на всех роликах, вот, можно ролик открыть, допустим, Евангелие от Луки, да, ну, вот оно название, вы всегда видите, естественно, ролика, и вот, вот канал вы видите, да, ваша аватарочка, и вот описание, обычное описание показывает две строчки, в них надо, кстати, стараться, поэтому, чтобы две строчки, наверное, самые какие-то были, что-то в них важное, в принципе, у меня вот вмещается моя шапка, христианин, христианин Куньцов Дмитрий, ученик Господа моего Бога, наш Иисус Христа, проповедник и последователь его учений, и сайт, но, естественно, ну, дальше идут комментарии, да, можно, всегда есть здесь еще, да, активное, мы ее накликаем, и вот раскрывается, и дальше идут три моих канала, все ссылки YouTube делает, которые с, так скажем, пред префиксом, или как это называется, ну, общие, если, если они начинаются с HTTP, ну, HTTPS, вот, двоеточие, два слэша, и адрес канала, то они всегда активны, то есть, мы кликая прямо по ним, переходим по адресу, да, и вот у меня есть каналы, статьи на Яндекс, контакты все мои, все они активны, если это ссылки на соцсети, через HTTP написаны, ну, почта, Skype, вот просто тексты, их никак не выделишь, вот, и вот я сделал такую, у меня уже весь Новый Завет записан на канале, да, Ветхий Завет есть раздел, да, потом сейчас будем наполнять, я вот так и сделал, я сделал короткие ссылки для каждого плейлиста, чтобы они не длинные были, а через, есть такие сервисы, и у Google есть, но Google его, кстати, в мае, в конце мая, вот, этого месяца, в который я записываю сегодня, 7 мая 2018 года, в конце мая, почему-то Google закрывает свой сервис коротких ссылок, есть у Яндекса, есть у других каких-то известных фирм, компаний мировых, Google закрывает, вот у них даже название, Google, G-O-O, .G-L, это их сервис, они делали короткие ссылки, очень удобно можно было в них делать, и вот я весь Новый Завет, я сюда сделал, и который у меня есть по плейлистам, что на лаве, что с Христолюба поделено, там, да, суть христианства, тела Христова, пост, духовная жизнь, там я их тоже сделал, тем, кто слушает меня, моим братьям, сестрам, кто-то там, кто, ну, так скажем, вместе мы идем по жизни, кто будет канал открывать, я рекомендую пока вам, в свое описание, вставить, вот это взять у меня, с любого, видео, с последнего, ну, желательно взять, вот не как я показывал, допустим, вот имя Иисуса, допустим, во внутреннем, видите, я сюда вставил из Писания, и чтобы вместиться в 5000 символов, я кое-что тут сократил, из своего классического шаблона, сейчас мы посмотрим, где настроить этот шаблон, чтобы не каждый раз этим заниматься, вы посмотрите ролик, ну, возьмите с любого Евангелия, с последнего, от Луки, я там помню, это делал, там все это будет, ну, мои контакты, там каналы, как-то пересылки, это как хотите, а вот именно вот это, вот Библия Ветхие, пошло вот эти вот ссылки, всего Нового Завета, всех этих плейлистов, я вам рекомендую вставить к себе, вот, кто считает, что я тоже занимаюсь добрым делом, благим, вот, и опять же, в чем смысл, здесь как раз самый важный канал, для нашей темы, да, то здесь все написано, Библия, Евангелие, то есть, YouTube машины как раз соберут самые важные слова, ну, здесь ссылки на мои, конечно же, плейлисты, со временем, когда вы будете свой канал наполнять, если вы будете там читать Писание, допустим, подкастами, или вживую, вас там будут видеть, вы можете потом на свои делать, а пока это будет так, и это очень важные слова, какие еще важнее слова в христианстве, да, это вот слова из Писания, здесь вот там и тело Христово, то есть, как раз вы в Писание добавили очень нужные вещи, вот, делайте на меня еще, можете воспользоваться этими, просто можно поменять местами, сначала добавить вот это Библия, а в конце ссылку на меня, особенно, если это я рекомендую сестрам, некоторые сестры уже так сделали, я им говорил, тем более замужние, да, если вам там будут мужики написывать, вот, отправляйте их ко мне всех, вот, если они хотят общаться, там что-то ищут, истину, вот, так что вот так вот, можете, я говорю, все мои контакты, или не все, что-то часть взять, что там нужно, не обязательно уже писать о трех моих каналах, нужны вот мои контакты, в общем, под моими роликами, в основном, всегда все есть, но что-то может быть урезан, потому что я могу тоже добавить какую-то шапку, там, что-то из Писания еще вставить, такое я сделать могу, вот, ну, а так сами, что хотите, конечно, добавляйте, вот, ну, желательно, чтобы добавить что-то связанное с христианской темой, естественно, ну, и свои там контакты, или еще что-то, я не знаю, дальше идет область тегов, вот, ключевых слов, или теги, есть такое слово, да, то же самое здесь, вот, вы видите, подсказка, да, у меня, то есть здесь 500 символов, то же самое, либо по одному слову, либо двойные слова, все, вбивайте это, вот, чтобы это, постоянно этим не заниматься, я говорю, сейчас я расскажу, как это сделать, шаблон для каждого последующего видео загружается, просто у меня тут есть, вот, я вам уже много раз говорю, мне просто стоит приложение, которое помогает их и копировать, ну, об этом приложении, может быть, я вам скажу, оно называется TubeBuddy, я тут скрывать-то нечего, если хотите, тоже его установите, оно вам, кстати, потом пригодится, может быть, я запишу ролик, или сами в ютубе, ну, пока я записывать не буду, сегодняшний ролик последний, для блогер-подсказки, который я плейлист записываю, вот, забейте просто TubeBuddy приложение, оно бесплатное, ну, как всегда, там, конечно, много ограниченной функции, функционал не очень большой, хороший, но я сам тоже не плачу, потому что для меня очень дорого, они, по-моему, просят 10 долларов в месяц, это, я считаю, для меня, по крайней мере, дорого, я не хочу, я кое-чем пользуюсь, и того ограниченного бесплатного функционала, что они предоставляют, мне достаточно, тут можно кое-что сделать, вот, это приложение, оно внедряется, сами знаете, в это уже приложение, что-то там, вот, я говорю, кнопки дополнительные появляются, это помогает, конечно, вот так вот, теги, все то же самое, в принципе, все, что вы вбили в канал, вы можете вставить один раз, во все ролики, и то, ну, вставить уже, может быть, какие есть у вас ролики, придется в ручной режиме, или вот, я говорю, установите сеть, юбадь, оно вам поможет, оно добавит дополнительные кнопки, вот, вы можете скопировать все эти теги, копии, и в другое видео, просто через правую клавишу вставить, и все, и у вас они появятся, можете их стереть там, подбирать их, и так далее, теги, вы можете воспользоваться теми, можете каждому ролику еще добивать, вот, вы о чем писали ролик, можете сюда и добивать, но если честно, я не особо этим занимаюсь, вот, у меня уже тоже давно классические теги, там, вон, Евангель, ну, вы все видите на экране, вот, общая тема, я ее сюда вбиваю, да и все тоже, так, что у нас дальше, здесь мы с вами, вот, можем поменять доступ, открытый доступ, доступ по ссылке, доступ по ссылке, значит, куда вы только ссылку вставите, или у вас будет плейлист на вашей соц. странице, вставлен только оттуда, люди увидят, или на сайте вы только хотите, чтобы только с сайта смотрели, открытый доступ, значит, он виден у вас на канале, и всем, есть ограниченный доступ, это будет такой замочек, кто ее вообще, никто не будет видеть, этим роликом, можно будет только поделиться по почте, вы можете по почте, там отправить ссылку человеку, но я об этом, это вы все сами можете узнать, я вам так чисто общий обзор делаю, более глубоко, хотите, все в ютубе, все в гугле можно узнать, и вот добавить плейлист можно отсюда, но как я вам в прошлом ролике о пассивном благовестии, там я рассказывал, как добавлять через плейлист, по-моему, я вам, вот там я рассказывал, как плейлист добавить, видео есть, ну могу еще раз показать, ну вот любой плейлист у нас, да, мы его открываем, Евангелие от Луки, допустим, жмем на изменить, вот здесь в новом формате, он в старый переходит, вот здесь есть кнопочка, вот вы видите, добавить видео, вот прям надо мной, все, жмете добавить видео, вы можете либо поиск видео, либо по названию, либо по юрлу его, либо прям вот сюда юрлу вести, у вас видео найдется, либо вы можете из ваших вот видео, из которых вы загрузили, выделять их, хоть несколько штук, и причем в каком порядке вы их выделите, вот так, через один, там, потом вернетесь, это он в таком порядке вам и добавит, все, жмете вот тут добавить видео, и оно в плейлист у вас добавляется, мы сейчас этого делать не будем, нам это не нужно, вот, так, что там дальше у нас в кабинете-то, ну и все, либо вот вы добавите, вы здесь жмете, так, у вас там видно, я не понимаю, надо видно, добавить, и вот они все, даже чтобы его не искать, не крутить, вот скроллом, видите, у меня их сколько там, да, весь новый завет, можно в поиске набираешь там, ну ладно, сейчас не будем, надо, по-моему, целиком ввести слово, либо отсюда же можно, кстати, вот, создать новый плейлист, и он прям вам дает создать его прям тут, то есть плейлист можно прямо отсюда создать, не там, как я там говорил, тоже можно присвоить сразу ему доступ какой, и как назовете, здесь синий активируется, и нажмете создать, все, он прям тут же появится, вы тут же в него добавляете свой первый ролик, вот и все, есть у нас перевод, ну, тут нечего переводить, я ничего не перевожу, это все на другие языки, и расширенные настройки, в расширенных настройках, в принципе, вот вы с экрана моего можете посмотреть, я ничего почти не меняю, кроме я разрешить оставлять комментарии, у меня одобренные, я все их проверяю, и просто единственное, кого-то либо потом могу, как вы видели, либо придаю статус человеку одобренный, тогда вообще его без одобрения комментарии пропускаются, потому что я знаю, что человек не будет там всякую лобуду писать, либо наоборот заблокированный, но вначале все стоят показать, как одобренные, то есть можно все пропускать, можно все, кроме потенциально недопустимых, и одобренные, и это я выставляю не в каждом ролике, а сейчас, когда мы дойдем с вами до шаблона, там все это можно заранее выставить, и все, ну и упорядочить сначала новое я ставлю, хотя человек под роликом может сам, в принципе, поменять, вот здесь, вы знаете, комментарии упорядочить, ты можешь поставить сначала новое или популярное, но я в автомате ставлю, чтобы людям было видно, вот здесь в расширенных сначала новое, здесь же дату вот мы вводим любую, либо сегодня кликаем, либо прям по полю кликаем, всплывает календарь, можно вперед поставить, можно задним числом, все остальные, по-моему, а, да, язык ввода русский, но это если вы первый раз делаете, мы сейчас посмотрим, все это можно в шаблоне настроить, и вы это потом не будете делать под каждом ролике, обязательно нужно указывать язык, или неважно в какой вы стране, если вы по-русски ролик записывали, надо обязательно указать, что ролик, язык ролика, язык видео здесь так и написано, русский, ну, или выбрать, ну, какой у вас там будет, если вы, конечно, на других языках вещаете, вот, а больше тут и ничего, я помню, а, и общество, да, религии, по-моему, до сих пор ничего не появилось, вот, я либо ставлю, либо общество, либо образование, даже не знаю, что ставить, ну, общество и образование только подходит, и то, я не знаю, образование, не образование, я ставлю общество, мне как-то это ближе, вот, хотя ролики, можно сказать, образовательные у меня порой, но мне так нравится, эти настройки мы сейчас с вами посмотрим, как делать в шаблоне, и, в принципе, это можно будет не делать, хотя дату все время придется ставить, и упорядочить сначала нового, я захожу, все время ставлю, не получается там в шаблоне это выставить, не все вещи, ну, вот и все, и жмите обязательно, вот вверху есть отмена, сохранить, все, что мы там поделали, что-то делали, надо обязательно сохранять, не помню, что мы тут плохого, хорошего, вроде ничего не делали, вот, когда жмете на сохранить, вверху, правда, ничего не показывается, а внизу, внизу есть дубляж этой кнопки, у вас, я не знаю, видно, не видно, ну, почти вот видно за мной, то есть тоже она вон сохранить, ну, давайте что-нибудь попробуем изменить сейчас, точку вот поставим, вот, видите, появилась синенькая сохранить или отмена, и он пишет, есть несохраненные, видите, такое кратенько показано, есть несохраненные изменения, все, мы жмем на сохранить, написано, изменения сохраняются, видели, ну, у меня быстро сохранилось, изменения были небольшие, всего одна точка, она быстро их сохранилась, и опять написано, все изменения сохранены, но обычно, кстати, если у вас какие-то изменения, и вы захотите, захотите на крестик закрыть вкладку эту, YouTube молодец, как всегда тоже сделал предупреждение. У вас вверху окошко. А сейчас я его попробую вам показать. Давайте еще теперь точку эту уберем. Вот. У нас, видите, опять синяя сохранить появилась. И я попробую сейчас... Вот я жму на крестик. Я не знаю, вас видно. А, нет, у вас этого окна не видно. Это окно в браузере вспрывает. И у меня появилось, я попытался закрыть вкладку. У меня написано закрыть сайт. Возможно, внесенные изменения не сохранятся. Закрыть или отмена? Жмите просто отмена, а не закрыть. Потому что вы тогда подтвердите. Может быть, здесь лучше бы они бы да-нет написали. Но они вот так. Закрыть. Закрыть. Нет. Отмена. И все. У меня остается. И я могу взять. Сначала нажать вот здесь сохранить. Там они не дают три возможности. Сохранить, закрыть и отмена. То есть ты должен отменить то действие. Потому что ты хотел закрыть. И нажать сохранить. Что-то изменял. Все сохранилось. Ну и пошли подальше. Улучшить видео. Я этим никогда не занимаюсь. Даже не знаю, что в этой вкладке что-нибудь тут улучшат. Что можно улучшить, если у тебя уже файл готовый. Я честно понятия не имею. Аудио. То есть это опять вот это в принципе ваше аудио. Если у вас какие-то были песни, там все это отразится. Можно добавить. Типа там. Ну в общем я с аудио не занимаюсь. В том плане музыка какая-то параллельно. Очень интересная вкладка. Конечная заставка. Кто видел всегда, если ролик просматривается на ютубе, то в конце вот появляется вот такая вещь. Естественно, чтобы это как-то нормально выглядело по-хорошему вам в ролике нужно. У меня каждый раз разное. Кто помнит, как я только не делал. Каждый раз что-то меняю. Сейчас вот опять сделал такую. То есть вы помните, там на сером фоне. По сути шапка моего канала. А внизу там, помните, написано, что вы зовете меня, господи, господи. Оставил я пустую специально серую линию. Специально сделал. Эта заставка длится 20 секунд от конца видео. То есть вы если ролик когда монтируете, уже смотрели я. Ну что в АБС, что в Кантазе. Сделайте так, чтобы ваша заставка была 20, ну или 25 секунд максимум. Тогда соответственно вот это вот конечное. Здесь можно сейчас мы посмотрим, что добавить. Пересылки на другие ролики. На сайт, если у вас есть, о чем мы сегодня говорили. Либо на ваш канал просто подписаться. То есть надо продумать все-таки, чтобы, знаете, не сверх появлялась. Не у тебя на голове там. Не в конечной заставке где-то опять на какой-то картинке или на тексте. Получается глупость. Никто не прочитает, что ты тогда добавил. Или не увидит картинку. Вот я просто к чему. Поэтому, конечно, заставку желательно тоже как бы разработать. При монтаже добавлять. И сделать ее, если... Помните, как у меня там в Кантазе. Она там 20 или 22 секунды. Все, ты ее всегда к попке прилепляешь. Конечно, все. Она здесь добавляется. Ничего страшного, что она без музыки или без ваших слов. Хотя, кто заметил, я делал, знаете, я включаю ее, говорю что-то. И появляются уже вот эти. Вот так вот как-то это работает все. Тут есть вот этот таймлайн, дорожка. Вот они все эти активные дорожки. Их можно даже... Больше сделать нельзя, меньше можно. Можно сделать там меньше. Короче, от нуля до 20 секунд. Это все от конца, да, так скажем. Вот. Можно вот предварительно просмотр нажать. По образу примеру. И помните, он... Путеводительству его. Как он шел. По его следам стопочку в стопочку мы должны следовать. Точно так же поступать с людьми нас окружающими. Так и вы, да, любите друг друга. Братья и сестры, будем любить друг друга. То есть, есть предварительный просмотр. Можно посмотреть, как это будет выглядеть, чтобы без этих вот активных этих, что там говорится, все это видно. Вот. Тут есть вид. И вот здесь есть несколько... Вот сейчас вы их на экране видите. Использовать шаблон. Мы жмем. И появляется разная формула. То есть, плейлист, канал. Плейлист, канал в разных местах вы видите. То есть, вы потом на каком-нибудь ролике можете посмотреть, какие есть варианты. И плюс их все равно можно двигать. Ну, тут разные есть. Где вот с квадратиком. Где тут с квадратиком. Вот. Это на сайт пересылка. Кругляшок. Это на ваш канал. Ну, они пишут. Одно видео, одна подписка и одна ссылка. Ну, ссылку вы сможете сделать на внешний источник, только привязанный к вашему каналу. Можно просто 4 плейлиста или 4 видео. И по-разному располагать. В принципе, они понаделают этих шаблонов. Но они особо бессмысленные. Такое количество. Потому что вы видите, их можно куда хочешь передвигать. Есть синяя область. Она не соответствует параметрам всего видео. Видите, она ограничена. Вон, вот я вам в края ее пытаюсь пододвинуть. Все, вот они, края. Все. Ни ниже, ни выше, нельзя. Только в этой области. Почему-то они от области ограничены. Видим то, что внизу, в принципе, понятно, да. Таймлайн вот этот. Все кнопочки. А почему они вверху до упора тоже. А, ну, здесь подписки. Вот это подсказки, которые мы сейчас тоже будем рассматривать. И значок, видите, подсказки добавлены автором канала Христалюк. Вон они. Поэтому они вот ограничили вот этими синими. Ну, да, они прямо в край все это сделали. Вот. То есть, можно, в принципе, регулировать, как вы хотите. Вот. И какой бы вы шаблон ни выбрали, вот здесь можно на карандашик изменить элемент. То есть, вы его опять же можете удалить. Пожалуйста, прямо отсюда. Добавлять можно до пяти элементов. То есть, даже какой бы вы шаблон ни выбрали, вот, добавить элемент. И вы опять можете добавить еще одно видео или плейлист. Подписку, канал. Ссылку на какой-то другой канал, либо свой канал, либо канал какого-то автора. И ссылка на веб-сайт. Но этот веб-сайт должен быть у вас привязан. Вот. Обязательно. Как это делать? Я не буду же все рассказывать. Да, давайте вы сами где-нибудь потом забьете. Ну, мы жмем на создать, там, выбранное, допустим. И выбираем либо из своих видео, либо плейлист какой-то свой. Вот. Мы его вот кликаем. Патриотизм. Создать. И вот он, он добавляется. Видите, красная область пересечения. Он говорит, что так нельзя ставить. То есть, ты должен все тогда раздвинуть. Ну, видите, налезьте на тот текст. Я бы мог четыре сделать, но я избрал вот так. Вот. И вот он мешается, патриотизм. Мы жмем на карандашик и удаляем его. Все. Не нужно. Точно так же сайт мы там добавляем. Ну, давайте я уж вам покажу. Вот. Ссылка на сайт. Либо отсюда. Тут всплывающие. У меня уже есть, какие я забивал. Либо он первую страницу в автомате делает. Вот по ней можно кликнуть. Далее. Картиночку он сам формирует. Либо можно изменить изображение. Опять у себя с компьютера загрузить какое-то. Название он сам вставляет. Какое у вас там на сайте, как называется страница. И можно выбрать призыв какой-то. Подробнее. Посетите. Зарегистрировать. Посетите. Магазин. Ну, давайте вот посетите. И жмем создать. А. Ну, там у меня длинное изображение. Вот он ругается. Ну, там у меня есть квадратный на страничке. Он не должен ругаться сейчас. Вот он появился. Ссылка на сайт. Это на мой канал. Все. Вот мы можем предварительный парасмотра нажать. Оп, появились. Видите, когда на него наводите, появляется Христ, Талюк. Посетите. Если я кликну, я перейду. Канал вот так всплывает. Ну, а плейлисты просто фон затемняется. А плейлист показывается. Либо можно одно видео. Необязательно плейлист ставить. А сайт вот так. И канал вот так очень похоже делается. Все. Ну, у меня, видите, будет тогда налазить, естественно, все это. И я даже вот теперь стал... Раньше я как-то делал, вы видели. И так, и так, и два. Но зачем? Тогда человек ничего не прочитает. И я, в принципе, вот сайт, подписка, я уберу. А, нет, я наоборот убрал канал. Да и ладно. Вот поставим на сайт. Даже при вас все сделал. Все. И обязательно вот вверху тоже есть сохранить. Все, что вы поделали, надо сохранить. Или наоборот не сохранять. Если вы хотите просто закрывать страницу, она уйдет и все. Либо на другую. Вот под пункт перейти. Вот что можно сделать с конечной заставкой. Я рекомендую это делать. Тоже все это настроить. Наладить у себя. Ролики монтировать с какой-то конечной заставкой. Лучше уже сделать какой-то серый фон, чтобы у вас ничего не было. Чтобы не вы там у вас на голове, на лбу все это вылазило. Вот. Можно 4 плейлиста добавлять. Какие-то ссылки полезные. Желательно все это делать. И подсказки тоже самое. То есть есть вот такие подсказки. Кто видел, вот тут и есть. И кто видел, на роликах всегда, да вот на любом ролике, у меня тоже классика жанра. А что-то странно, что на Луке у меня нет. Видимо забыл сделать. Я так понимаю. Вот так вот забыл на Луке 24 сделать. Давайте он книгу Откровения откроем. Ну вот как раз здесь это фон темный, видно. Вот это и вы знаете, да. Когда и блогер, когда говорят в подсказке, все есть подсказки. Это вот здесь. Конечно же они открываются только на Ютубе. Если вы встроите куда-нибудь. Ну, если вы встроите целиком плеер в социальной сети, там тоже это видно. Но бывают там вещи, когда этого может быть не видно. Или если вы отдельно ролик, естественно, загрузите. Все, по ним кликайте, всплывает. Вот здесь тоже до пяти. Я, кстати, странно, что две всунул. Все, я тоже на сайт делаю ссылку. Ну, или на какой-то плейлист. Я вот две всего сделал. Обычно я делаю, максимум можно пять. Я пять и делаю. Так, а где-то мои бы последние ролики так что вылазили. Ну, ладно. Вот на Камтазию мы прям кликнем. Вот тут я добавил. Создаем свой авторский канал. То есть, на сайт ссылку на... Мы куда-нибудь потемнее, чтобы сейчас выберем фон. Тут как раз... О! То есть, вот ссылка на сайт. Если вы кликаете отсюда, он прям отсюда и переходит на другую страничку. Так, YouTube сделал. Ссылка на канал, на плейлист. Вот это создаем свой авторский христианский канал. Ну, и ссылки проповеди христолюбца. Завет. Библия, Новый Завет. И беседы христолюбцев. Все, они вон скроллом крутятся. Ну, либо, конечно, на весь экран там их можно, да. Вот так вам видно. Крупненько должно быть. Можно тут и прокрутка, если все. Вот. Ну, если честно, конечно, сказать, какая там реакция, я не знаю. Как люди на это. Я сам... Ну, я сам тоже пользуюсь. Я иногда... Или если что-то рекомендуют, он же добавляет это в описании. Всю ссылку полезную. Я, конечно же, тоже пользуюсь однозначно. Поэтому, если вы что-то действительно информативное даете, что важно для человека. Куда мы с вами делись? Я куда-то ушел. Что-то совсем с творческой студии. Так, возвращаемся. Ох, ролик. Час. Кошмар. Ну, ничего. Еще раз заходим в этот. Мы, в принципе, заканчиваемся. Ну, и вот подсказки тоже самое. То есть, можно добавлять их. У вас открыт весь таймлайн. Линия времени. То есть, куда вы перемещаетесь. Либо здесь, либо можете прям по ролику перемещаться. И все. И в этом месте вы жмете. Ну, у меня все пять добавлены. Сейчас это добавить. Подсказку неактивная. И вы что хотите, там выбор то же самое, что и в конечных заставках. То есть, видео, канал, ссылка на сайт и что там еще. И опрос, по-моему, там есть везде, да. Все. Вы их потом можете вот так вот, видите, двигать немножко по времени. Вы его создали, но захотели. Это не важно. По-хорошему они должны всплывать, когда ты о чем-то говоришь. Ну, кто будет свои ролики переслушивать? Потом там по два часа добавлять вовремя эти подсказки, чтобы всплывали. Вот, знаете, брать, сейчас появится здесь. Конечно, это в идеале. И тогда это, может быть, работать будет. Но не всегда так получается делать. В принципе, все. По-моему, я вам расскажу. А, ну и, да-да-да, простите. Простите, не все. И вот канал. То есть, статус функции мы с вами поговорили. Дополнитель фирмы стиль. И вот самая одна из важных функций, чтобы долго-то с ума не сходить. Со всей этим есть загрузка видео в канале. В разделе. Мы на него кликаем. И вот, пожалуйста, это шаблон. Для загрузки видео. То есть, все, что вы здесь выставите, сейчас параметры, будут загружаться в каждом вашем... Будут автоматически добавляться в каждое загружаемое вами видео. Что тут можно сделать? Доступ. Ну, я рекомендую ставить доступ либо по ссылке, ну и все так рекомендуют. Либо ограниченный, чтобы потом, когда ролик загрузится, не сразу появился. А вы могли с этим роликом поработать немножко. Значок прикрепить хороший, если вы их делаете. Или выбрать даже из тех, что есть. Может, вы там такой кривой, знаете, там YouTube выбирает. Но это если вы там есть. Вот. Особенно, да? Или кто-то там. То есть, поэтому изначально лучше выбрать какой-то ограниченный доступ или доступ по ссылке, чтобы когда вы кидаете ролик на загрузку, он его сразу не выкинул на канал в открытый доступ. Чтобы вы могли все это добавить, там описание, что-то дописать, там все вот эти подсказки, закрывающиеся окно и тогда уже выставить. Но это опять же дело лично каждого. Категорию вот вы выбираете здесь. Ну, я выбираю общество. Вы указываете лицензию. Там тоже ее, кстати, можно было указывать. Я просто вам забыл показать. Ну, сейчас мы зайдем куда-нибудь в творческую студию. Вот видео. То есть, в информации настройки, в самой первой вкладке, в подкладке расширенной, здесь тоже эту лицензию можно менять. Опять же, к каждому ролику. Может, вы какой-то хотите. Вот она, стандартная лицензия YouTube и с указанием авторства. Ну, и вот в общих, чтобы к каждому приписывалось. Я ставлю лицензию SS, так называемая, Creative Commons. Это лицензия для свободного, как я говорил, повторного использования. То есть, даже ваш ролик могут скачать и перезалить к себе. Этим ты обещаешь, что ты как бы не будешь никакие права заявлять. Но, опять же, ты со временем можешь поменять. Поэтому, говорю, вы когда видите лицензию даже у кого-то в Creative Commons, в принципе, будьте осторожны. Или вы что-то из этих роликов нарезать хотите, допустим, какого-то проповедника даже. Даже с хорошей целью. Уж если с плохой, тем более, он вас увидит, он на вас сразу пожалуется. А даже если с хорошей целью, то желательно с автором еще лично это обсудить. Потому что то, что у него стоит лицензия Creative Commons, если даже. Даже стандартные лицензии вы можете нарезать у человека. Но он может на вас пожаловаться. Уж тем более, если у него вообще авторские права оформлены на все свои видео. И он реально может даже автоматически на вас пожаловаться. Я ставлю на свои ролики лицензии Creative Commons. Вам, как проповедникам, если вы христианским занимаетесь контентом. Я считаю, что вот именно Господь сказал, да, даром получили, даром давайте. Поэтому все, кто занимается христианским какими-то делами, проповеданием, ролики какие-то, как их правильно назвать. Это не обязательно ваше авторское видео. Может, вы какую-то картинку какую-нибудь там сделали, что-то интересное. Ну, как это называется-то? Вирусные видео, можно так их назвать. Может быть, какая-то притча, какой-то фильм. Может быть, частный или художественный. Ну, художественные, я говорю, все они тоже там под авторством. То мы должны даром взяли, даром получили, даром отдавать. Это с указанием авторства Creative Commons. Можно поставить и стандартно, она как бы не страшна. Но Creative Commons, как бы вы человеку говорите, что вы разрешаете. И каждый, зайдя на ваш ролик, может увидеть это, кто в этом понимает. И все. И он может даже перезалить. Не просто, как я вам рассказывал, можно на первой страничке просто добавлять. Тогда вам ничего не будет. Вы не перезаливали этот ролик. Вы просто по ссылку добавили, создали плейлист. И туда понаоставили этих роликов. Или плейлисты понадобляли, как я говорил, в разделы. Создали разделы на первой страничке. Как мы с вами уже это смотрели. То есть на первой страничке вы создали разделов. Либо плейлисты в плейлисты. Ролики добавляете просто с других каналов. Либо создали разделы и сюда целиком, по темам или проповеди. Такие-то, такие-то. И добавляете целые плейлисты в разделы. За это, конечно, ничего не будет. Никто на вас пожаловался. Не может ничего. А если вы заливаете, загружаете к себе этот ролик чей-то, то, конечно, за это вас могут просто забанить по жалобе. Ну, и я вот лично-то, я говорю, я и даю устное подтверждение. Вот вам. Вы потом можете на этот ролик, я уж не раз это говорил, сослаться. И YouTube, кстати, примет это как доказательство того, что жалоба непромомерная будет моя. Потому что я сам своими словами говорил противоположные вещи. И вам, кстати, ничего не будет за это. Это тоже уже прецеденты были. И кто знает, с юридической точкой. Все хорошо. Ну, это я вот так, в общем, рассказываю, делюсь информацией. Можно название какое-то ввести. Тем, кто будет, это я уже своим говорю, кто сейчас чтением занимается, кто свои каналы делает. Вот как я вам говорил, вот этот хэштег чтения христолюбцев. Добавляйтесь. Братья и сестры уже так стали делать. Вы его можете вот здесь в классике забить. И все, у вас в каждом названии будет это. Да и в принципе, если вы сейчас читаете, допустим, Евангелие от Марка, ну, сделайте вы сразу, вот, сейчас я из описания возьму. Вот так вот. Вот, создайте себе уже шаблон названия. И потом то, что вы там единственное читаете уже, вы там добавили, у вас вот это будет загружаться в автомате. А уже какую вы конкретно главу стихи читаете, вы можете здесь уже потом дописать. Первая глава. Даже вот это все вы можете оставить в шаблоне. Потому что потом только будьте уже в ролике просто, который загрузили, поменяли потом на двоечку. Вторая глава, там, стихи такие-то и все. Ну, или кто знает, все-таки, если чтение было посвящено какой-то небольшой притче, тема, в принципе, вы в описании к ролику можете написать. Там, о семье. Что Бог сочетал, то человек, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Помните, вы знаете конкретную мысль все-таки вашей темы. Можете написать. Это, во-первых, очень важно, это понятно. Вот, но можно охраничиться и вот так. Ну, кто из моих родных и близких, кто вот читает, я рекомендую вот этот хэштег. Хэштег ставится всегда с решеточкой. И если это из двух слов хэштег создает, обычно пишется маленькими буквами, а заглавные большими. Получается чтение христолюбцев. Зачем это нужно? То есть, чтобы наши ролики друг к другу добавлялись там в похожие вот эти, в рекомендации. Это называется перелинковка. И это очень здорово. Вот. Поэтому, если вы читаете писание, вот этот хэштег старайтесь в описании, особенно в названии, вернее, ролика добавлять, и будет здорово. Вот. И вот такой вот шаблон, если вы сделаете, у вас каждое загружаемое видео уже будет со всеми вот этими данными в настройках видео. Вам останется только там, допустим, номер главы поменять. И если хотите что-то добавить в название, чтобы было... Человек, который у вас потом будет искать, может, он хочет не просто найти конкретную главу, а именно увидеть, как вы назвали. Ну, на мои, посмотрите, я говорю, я в себе даю сюда образец того, чем занимаюсь. Вы это можете проанализировать, как это я делаю. Вот. Ну, у себя я убираю, потому что я много бывает загружаю, мне это все не нужно. У меня есть, как говорится, у себя шаблоны где-нибудь там в Word, да, если мне что-то надо, я оттуда могу собрать. Нет, хотя я так тоже делаю. То есть, я знаю, что сейчас буду читать и месяц буду загружать только Евангелие от Марка. Я себе тоже так делал. Но в основном название у меня может быть пустым, потому что оттуда особо брать нечего. Вот оно, это описание. Опять мы его можем раздвинуть. Вот оно, мое классическое описание. То есть, обо мне, мои контакты, три канала и вот эти все ссылки, Библия Новая и плейлисты. Все. У меня в каждом ролике это сразу подгружается. Что-то надо, я уже потом там добавляю. Вверху, внизу, что хочу. Те же самые теги вот написаны. Теги это просто слово не русское, русское ключевые слова. Ну, в канале, кстати, они так и написали по-простому. Все то же самое, что вы там вбили, то же самое, до 500 символов, то же самое сюда можно добавить. И все это в каждом ролике уже, то, что мы с вами смотрели, вот это. Давайте еще раз какой-нибудь ролик откроем. То есть, у вас уже на автомате будет в загружаемом ролике, у вас, конечно, не будет никакой картинки. Картинку вам надо будет добавить, допустим, значок видео, он так называется, значок. Вот, если вы хотите добавить. У вас уже будет шаблон для имени, туда вот только там главу поменяйте, может быть, что-то название. Да надо было, кстати, открыть, тогда нет. Это, давайте, Евангелие какое-то в основном-то я делаю для тех, кто будет читать. Вот, Евангелие откроем там, любое. Я тоже делал, я делал, я вот это Евангелие от Луки. Ну, нет, я просто сразу в папках у себя формирую, поэтому я обычно оттуда качаю. А так вот, вы можете сделать Евангелие от Луки, там, 20, вот как я делаю. И вот у меня суд Пилата над Иисусом, да. Вот, ну, у меня мой хэштег стоит при чтениях, я уж не буду на всем Новом Завете, потому что уже заливал, менять хэштеги. Но я, может быть, поменяю потом со всеми, я на чтение писания поставлю тоже чтение писания. Чтение христолюбцев вот сюда. Вот. Вот, все, у вас вот классическая, загрузилась, я вообще ничего не менял. То есть, как загрузилась, так и все. Иногда я здесь что-то пишу, иногда нет. И все, вот они хэштеги, они все автоматически вот здесь появляются. Ничего вам не надо, никакой TubeBuddy, там, добавились, да добавились, вот и все. Вот. Потом доступ изменили. У вас же, если вы, допустим, делали ограниченный, чтобы вот что-то дописать, добавить, ставите на открытый и жмете сохранить, и у вас этот ролик открывается тогда уже на канале. Все. Ну, потому что, если вы выставили изначально, вот как мы с вами смотрели, вот здесь ограниченный или доступ по ссылке. Все. Когда ролик загрузили, вы что-то тут дописали, добавили значок, там, подсказки, конечную заставку, там, в расширенных, там, дату, все поставили, все оформили ролик и поменяли из ограниченного доступ на открытый. Все. И нажали сохранить. Вот и все. Вот они самые важные, чтобы это все не заниматься, но чтобы ролики участвовали в поиске, вот в ранжировании, такое слово есть специфическое, техническое. Дальше. Комментарии, рейтинги. То есть, вот, мы ставим галочку разрешить комментарий, я ставлю одобренный. Все идут на проверку ко мне. Вот в той рубрике, то, что мы с вами видели, в сообществе, они все попадают, ну, я, кстати, в ответ на вопрос вам показывал, как это происходит, да, они все вот здесь на рассмотрение попадают в этой вкладке. И ты уже их тут либо пропускаешь, либо нет. Все. Ну, и если ты, я говорю, человека выбрал какого-то в разрешить общее, я говорю, я сейчас не совсем вижу, вы видите, да видите вы это. Вот, публиковать комментарии этого пользователя, ну, вот, я покажу на сестре. Вот, галочка стоит, вы сразу видите, то есть, она уже пропущена, ее комментарии сразу идут без этого, все. Вот, ну, а все забанены, они вон там, ну, и в настройках сообщества, как мы с вами уже смотрели, они все видны, кто одобренные пользователи и заблокированные пользователи. Все, это все вот здесь вот выставляется, где мы с вами есть, ты ешь, потерялся. Загрузка видео. Так. Ну, остальные галочки, по-моему, там на автомате стоят. Разрешить пользователям просматривать рейтинг это видео, формат, так, это объявление, это вообще не надо, рекламные паузы, русский, язык русский. Вот, вот здесь, да, язык русский обязательно выставить, если вы на русском или на своем языке, как вам говорите, здесь обязательно поставьте язык вашего видео, на котором, какой вы голос, чем говорить, язык ваш, короче, да. Вот, по-моему, здесь больше ничего такого нет. Ну, если что, можете у меня прямо на экране, как есть, пробежаться, посмотреть, я вот вам делаю. Тут все связано с рекламой в основном. Все, и вот тоже наверху есть сохранить. Я сохранить не буду, что-то я тут, по-моему, да, тыкал, мыкал, вот, мы с этой вкладки просто уйдем. Все, все, что надо, и у вас это будет каждое видео, вот, с этими вот загрузками. Вроде все, для начала хватит, я думаю, тех, кто... Еще раз напоминаю о моем вот плейлисте, это все будет собрано в плейлисте «Создаем свой авторский христианский канал на YouTube» или «Как проповедовать Евангелие в интернете». Плейлист этот у меня на канале «Христалюб Лайв». Сюда я буду, в принципе, и в дальнейшем добавлять какие еще. Я, в принципе, по микрофонам хочу записать, по каким-то фишкам, что у меня там есть, селфи-палки. Может, кому-то все будет интересно. Мне хочется все это тоже делать все равно. Что-то делать. Бог создал милу красивым. Посмотрите, какой все в нем идеально совершенно работает. Надо тоже стараться делать все качественно и хорошо. Я считаю, это правильно. Брезговать ничем нельзя. Ну все. Какие еще мысли, вопросы, предложения? Пишите. Что-то нужно в личной. Я всегда и лично помогу. Кто знает, кто обращался. Я и блогерам помогал. Пожалуйста, в скальпе пишите. Созвонимся, посмотрим, что помогу настроить, что лично научу. Личную дам консультацию бесплатную. Даром получил от Бога все дары. Даром, конечно же, раздаю. Все. Так, все мои контакты у вас на экране. Все мои адреса канала, все контакты. Все есть, как вы теперь видели, всегда в описании к ролику. Ну вот адрес моего сайта. Подписывайтесь на канал, смотрите, что вам интересно. Ставьте лайк обязательно. Кому понравилось это видео, кому отрадно, назидайте на мое служение. И поделитесь, кому это, может быть, вы считаете полезным. Или у себя в соцсетях можете разместить тоже. Все, добавить нечего, все сказал. Помните заповедь Иисуса о любви друг друга делами и словами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok